Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика 4 класс. Автор Чекин. Часть 1. Задание 226. Маша, я умею записывать столбиком сложение, вычитание и умножение, а можно деление записать столбиком? Спросил Миша. Можно, ответила Маша и показала Миша. Два варианта записи одного. Случай деление с остатком. Какой знак обозначает деление при записи в столбик? Объясни, где записывается делимая, делитель и неполная частная при записи столбиком. Как получилось число 24 и где оно записано? При записи каких чисел важно соблюдать основной принцип записи столбиком, когда разряд записывается под соответствующим разрядом и с помощью какого действия вычислили остаток. Итак, давайте перепишем вот эти два данные примера и прокомментируем. Итак, пример первый. В этом примере происходит деление с остатком числа 25 на число 8. При этом получается неполная частная 3 и остаток получается 1. Это деление с остатком, потому что делимое 25 не делится на делитель 8 нацело, поэтому нам приходится использовать деление с остатком. Так вот, еще раз. Число 25 это делимое, число 8 это делитель, число 3 это неполное частное. Неполное частное оно потому, что если бы делимое полностью делилось на делитель, то есть нацело, то тогда у нас получилось бы просто частное. А поскольку фактически в данном случае мы-то разделили не 25 на 8, мы разделили 24 на 8, потому что 24 на 8 делится, а 25 не делится. А вот 25 делится на 8, получается 3, но тогда одна единица лишняя, 25 минус 24. Вот оно у нас и идет в остаток. Это мы вспомнили деление с остатком. А вот теперь тот же самый пример, справа он изображен в условии, но там деление с остатком происходит уже столбиком, но принцип остается тот же. Итак, для деления столбиком используется знак уголка, вот такой значок, уголок. При этом слева от уголка записывается делимое 25, справа над горизонтальной черточкой записывается делитель. Ну и дальше, как, собственно, мы производим деление? Мы должны, мы вначале рассматриваем первую цифру делимого. Первая цифра 2 на 8 не делится, 2 меньше 8, поэтому мы должны, чтобы разделить, мы должны взять вторую цифру, тогда мы 25 рассматриваем, 25 делится на 8. Ну, чтобы 25 разделить на 8, мы должны подобрать такое число, которое разделится на 8 без остатка. Это число 24. При этом 24 на 8, это будет 3. Вот теперь мы вот это неполное, частное записали вот сюда, под горизонтальную черточку. При этом пока что еще мы не знаем, что это неполное, частное. Мы просто записали промежуточный результат. Так вот, 3 умножить на 8, это 24. Тогда мы 24 записываем вот здесь. И вот здесь мы должны соблюсти вот этот основной принцип записи столбиком. Здесь мы должны записывать числа так, чтобы соответствующие разряды были под соответствующими разрядами, то есть единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями и так далее, если они есть. В данном случае у нас только единицы, десятки. Для того, чтобы правильно выполнить вычитание, потому что мы должны вычитать из единицы единицы, вот 5 минус 4 – это единица, из двойки двойку мы вычтем, это 0. Ну, 0 мы перед числом не пишем. Значит, вот у нас разность мы нашли, единица. Теперь дальше, что с этой разностью сделать? Но мы смотрим, что при делении уголком мы должны рассмотреть все цифры делимого. Вот все мы рассмотрели 25, из них вычли 24, получили остаток единицы. То есть нам уже нечего делить, мы все поделили, что у нас было в делимом, и у нас получился вот такой остаток, единица. Если бы у нас получился остаток 0, то тогда деление было бы нацелое. И тогда вот это частное, которое мы записали, троечка, это было бы просто частное. А поскольку у нас возник такой остаток, остаток, то тогда это у нас получилось деление с остатком. Ну и еще остаток. Мы всегда проверяем, что остаток должен быть меньше делителя. Если он оказался больше делителя, значит деление выполнено неправильно, мы не доделили. В данном случае у нас остаток единицы меньше делителя 8, значит у нас деление выполнено правильно. И в данном случае это деление с остатком, потому что делимое 25 на делитель 8 нацело не делится. Ну, собственно говоря, мы ответили на все вопросы, рассмотрели два варианта записи деления с остатком. И на этом все. А если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.